В этих коробках все самое необходимое сейчас в полевых условиях, например, окопные свечи и хирургические бахилы. Гуманитарную помощь семье Сокулиных привезли председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула и уполномоченный главы округа Нина Ушакова. Также отдали несколько сумок пряжи. Из нее для бойцов свяжут носки. Сегодня познакомился с Андреем и Светланой, которые уделяют большое количество своего свободного времени и собирают гуманитарную помощь, чтобы отправлять ее на СВО. Это мы закупали. Женщины еще отдают свое, то, что у них запасы. А кто это вяжет? Женщины наши. Ельдигинские, Правдинские, Зеленоградские, Пушкинские. К слову, именно с носков все и началось. Светлана и Андрей Сокулиной живут в Ельдигине. Сбором гуманитарной помощи для бойцов занимаются с момента, как началась спецоперация. В своем доме для этого выделили целое помещение. Началось с 10 мною связанных шерстяных носок. Потому что я когда связала, думаю, ну куда же мне их отправить? Через кого передать? Ну, подруга посоветовала, говорит, ну давай бригаду. Ну, вот мы связались с бригадой, и потом с этих носков у нас все началось. Сначала подключились подруги из ансамбля, в котором участвует Светлана. Потом, благодаря, как говорится, сарафанному радио, потихоньку стали узнавать и другие люди. Сейчас, признается Светлана, в ее телефонной книжке уже около двух тысяч контактов. Чтобы ничего не забыть, ведет специальную тетрадь. Таких у нее уже много. Стараются отправлять гумпомощь несколько раз в месяц. Удается даже и по четыре раза. Вот люди, которые занимаются гуманитаркой, мы уже по району очень много друг другом знаем. Кто где сети плетет, кто где что собирает, кто госпиталям помогает. То есть мы между собой находим друг друга, уже общаемся. Ну и как вообще вы с этим справляетесь? Это же такая непростая работа. Ну тяжеловато бывает. Знаете, объемы бывают разные. Иногда просто народ сумочку принесет. А иногда привозишь целый багажник и еще в салоне у машины. Ну а как? Надо? Куда? Если не мы, то кто же? Светлана вместе с мужем собирает гуманитарную помощь не только для бойцов, но и для мирных жителей освобожденных территорий. Поэтому им привезли еще и коробки от творческих многодетных семей округа. В них разные вещи, предметы, все то, что пригодится людям. Евгения Коломийца, Владимир Парфенов. Новости Большого округа.